Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем изучать трудные сложные места Священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от двух текстов, это послание Иакова, 4 глава, 16 стих, и Евангелие от Иоанна, 7 глава, 18 стих, мы зададимся следующим вопросом. Является ли стремление к славе, тщеславие грехом? И сначала прочитаем текст из послания Иакова, брата Господня, 4 глава, 16 стих. «Вы по своей надменности тщеславитесь, всякое такое тщеславие есть зло». Таким образом, Слово Божие научает нас, что тщеславие не просто грех, но великое зло для человека, который проявляет такое чувство. И Евангелие от Иоанна, 7, 18 «Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему его, тот истинен и нет неправды в нем». Действительно, Сын Божий, он ищет славы Отцу Небесному и пришел не во имя свое, а во имя Отца, научая нас избегать тщеславия. И вот в противоположность Сыну Божию, Антихрист, Сын Дьявола, он придет не во имя дьявола, а во имя самого себя, во имя свое, как сказал о нем Христос. Потому что Антихрист одинаково через собственное тщеславие, он ненавидит и своего Отца Дьявола, трепещет перед Богом, как сказано, бесы веруют и трепещут, и боится святых. Само слово «слава» в прямом таком смысле означает проявление чего-то такого, что милы люди с точки зрения либо телесного, либо даже духовного, религиозного, церковного блага, как то могут понимать сами люди. Любой человек, он хочет любить и быть любимым. Но есть любовь временная, которой совсем не стоит тщеславиться. Временная любовь, она земная, переменчивая. А есть любовь вечная и неприходящая, которая, начавшись в этой жизни, не прекращается и за гробом. И смотрите, что пишет апостол Павел, это послание к римлянам, 8 глава, 38-39 стих, о любви неприходящей и о славе неприходящей. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим». Таким образом, если мы хотим любить и быть любимыми, мы должны связывать себя с любовью Христовой, а не с тем переменчивым, приходящим чувством хорошего отношения к нам, прославления нас, которое сегодня есть, а завтра от него ничего не останется. И Блажен Августин так и пишет, всякий, кто хорошо осведомлен, знает, что даже любовь к похвале есть грех. То есть, когда человека хвалят, когда все его одобряют, на самом деле в этом есть опасность для самого этого человека. И грех со стороны тех, которые таким образом, в такой форме, как бы подставляют этого человека. И вот пример тщеславия, это Евангелие от Луки, 12 глава, с 18 по 20 стих. Здесь описан очень тщеславный человек. И вот что он делает, этот тщеславный человек. Он говорит, «Вот что сделаю, сломаю житницы мои и построю большие, большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись». «Но Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут, по-славянски, и жденут, то есть как бы выдерут из тела. Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил?» Казалось бы, нет ничего плохого в том, что Господь дал человеку хороший урожай, и человек хочет его собрать в одно единое какое-то пространство. Но то, что Бог послал человеку для его блага, для поддержания физических сил, осквернило душу этого человека, потому что он неправильно отнесся к этому. И вместо того, чтобы благодарить Бога за хлеб насущный, он предался тщеславию и погубил себя. Во-вторых, опасность тщеславия, поиска славы, прославления – это все, как я уже сказал, слишком переменчиво. Сегодня тебя хвалят, завтра тебя будут ругать и проклинать. И вот смотрите, как встречала Христа толпа, когда Он входил в Иерусалим. Евангелие от Матфея, 21 глава, 8-9 стих. «Множество же народа постелали свои одежды по дороге, а другие резали ветви из дерев и постелали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал «Осана, сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне, осана вышних». Но Господь Иисус Христос не был совершенно тщеславным. Он понимал, что настроение толпы переменчивое, и через какое-то время ситуация изменится до обратного. И в Евангелие от Луки, 23 глава, 20-21 стих, мы читаем «Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса, но они, та же толпа, кричали «Распни! Распни его!». И в-третьих, почему опасно тщеславие, стремление к славе? «Тот, кто ищет славы для себя, он перестает искать славы для Бога». Он как бы ставит на место Бога самого себя. Но что учит Слово Божие? В книге пророка Иеремии, 9 глава, 24 стих, мы находим такие слова. «Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь». То есть единственное, чем мы можем хвалиться, хвалящийся, может, хвалиться Господом тем, что Господь реально сделал для него. И в Библии, в Новом Завете есть пример тщеславия, славолюбия, еще более ужасный. В книге «Деяний святых апостолов», 12 глава, 21 по 23 стих, мы читаем. В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним, а народ восклицал, «Это голос Бога, а не человека!» Но вдруг ангел Господень поразил его, Ирода, за это, за то, что он не воздал славы Богу, и он, быв изъеден червями, умер. Также в этой книге, книга «Деяний» 5.36, говорится о нектом Февде, который выдавал себя за кого-то великого. Читаем. Ибо незадолго перед Сим явился Февда, выдавая себя за кого-то великого, и к нему пристал около 400 человек, но он был убит, и все, которые слушались его, рассеялись и исчезли. Слово Божие категорично. Во втором послании к Фессалоникийцам, 2 глава, 3-4 стих, мы находим слова. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет». «Да коли не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». Последний, самый тщеславный будет Антихрист, сын дьявола. Но мы знаем его участь в озере огненном, горящим огнем и серую. И в послании Иакова очень строго говорится, мы уже смотрели этот текст, «Вы по своей надменности тщеславитесь». Всякое такое тщеславие есть зло. Итак, здесь говорится, что порождает тщеславие – надменность, самомнение, особое отношение к себе. В достопамятных сказаниях древних отцов-пустынников есть такое наставление. Один брат жил вне своего села и в продолжение многих лет не ходил в село. Он говорил братьям, «Вот уже сколько прошло лет, а я не ходил в село, вы же часто туда ходите». Рассказали о нем Авве Пимену. Старец отвечал, «Я ночью бы кругом обошел село, чтобы не тщеславиться, что я не хожу туда». Итак, друзья, сегодня мы рассмотрели одно из сложных мест Писания, чтобы понять смысл вот этого слова – тщеславие, надменности. И подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И в следующий раз, если бы вам живый Господь позволит, мы будем говорить о малодушии. Что это такое? С Богом! С Богом!